Капитан, что мне делать? Помогай Вове. Делай тесто. Тебе помочь? Не-а. Подхожу к нашему самому лучшему капитану и спрашиваю, капитан, что мне делать? Он говорит, подожди, пожалуйста, не мешай. Вань, что ты стоишь втыкаешь? Ты сказал отойти от тебя. Смотрю я на другие команды, они переходят и переходят на другие процессы, а мы стоим на одном фундаменте. А тупо стоит и ничего не делает. Если мне скажешь, за кого его доголосовать, то я голосовать буду с тебя. Сегодня было очень сложное задание, поэтому я решил не давать детям задание, ну, не командовать ими, а просто, чтобы они нашли себе работу, потому что я, ну, у меня не было времени на то, чтобы командовать чем-то, я сразу просто стоялся и работал. Поэтому все находили себе задание. Я буду голосовать за два, но тупо стоит и не ходить. Потому что, потому что ты ему работу надоешь. Нашел бы сам себе что-то. А вот Ваня Задворный сегодня работа, я его не сильно доволен, не мог найти себе место и только мешал нам. Паникер, дай сюда! Не-не-не, этот, этот, пожалуйста, вот этот достань! Почему-то все решили, что фондан должна проверять я. Достаю, протыкаю вилкой. Но еще сырой. Обратно. Я не хочу проигрывать, так! Достали. Итого, сироп на месте. Ганаш тоже. Ну, вот этот вот фондан, как его мы пытались назвать, готов. Давайте подавать. Пожми уже! Все, все, все! Бип! Эктор подходит. Главное, чтобы вытекал. Пожалуйста, пожалуйста, вытекай! Эктор его разрезает, смотрит так на нас. А мы смотрим на фондан. Не вливается. Он внутри как кекс. Сухой такой кекс. Это не фондан. Но знаете, в чем был плюс? У нас еще стоял один фондан, но нормальный, который мы видели, что если мы к нему притронемся лишний раз, из него вытечет много шоколада. Так что мы успели за одну минуту переделать презентацию на новую тарелку, все выложили, готово. Скажем, что это такое перфекционизм? Перфекционизм – это когда идеальность. Би-би-бип! Зовем Эктор. Он был удивлен. Это что это? Фастфуд? Нет! Нет, нет, нет! Это вкусно! Я такая себе думаю, ну да, ну да. Фондан за 30 минут сделать не можем. Мы быстрые, да, мы быстрые. Третий раз это фондан Беликанер! Если вы стоите рядом с Эктором, я как-то говорю слово «идеально», то самый счастливый человек на Земле. Я понимаю, что это уже, две звезды, это уже хорошо. Мы сразу запримерили первую звездочку такую, красивенькую, потому что понимаем, что три звезды мы точно не потянем. После простого, обычного классического фондана потянуть какой-то сложный рецепт, это вообще было нереально. Просто серьезно, ребят. Тартарик, вот соус из авокадо! Тартарик, вот соус из авокадо! Тартарик, вот соус! Я знаю, знаю! Дай я мне тартарю нарижу! Антон вызвался глазурировать овощи, я ему говорю, давай, Антон, быстро глазурируй. Так, тебе помогать? Нет, нет, я сейчас планирую. Скажи, сколько у меня времени я сделал идеальный овощ? 20. Супер! Нет, 10. 15. 15, давай, хорошо, сойдемся на это. Лада, шо делаем с этой рыбой? Отрубить голову, я не знаю. Я занималась рыбой с Сашей Козырем. Я знала, как разделывать, знала, как филировать, приблизительно, однозначно знала. Я сегодня смотрела! С утра самовы. Чувствовала? Чувствовала, я знала, что будет рыба, детка. Соня тем временем делала соус, а остальные помогали Антону нарезать, там кто-то бланшировать помидоры. Антону нарезать. Соня просто божественная, Соня. Я его хочу есть и есть. Спасибо. Они очень-очень-очень-очень-очень долго ее разделывали, очень много чистили, и как бы все помогали, но она была вонючая, никто не хотел убрать, и я тоже не хотела убрать эту рыбу, потому что я не люблю рыбу. Блин, ну их ровьёй, я бы сейчас вам за пять минут их сделала вместо этого дорада вонючего. Что открыли, то и получили. Желтая команда, она постоянно как бы была с нами на ровне, и смотрю, что они тоже взяли блюда третьего уровня, третьей сложности. Люди, нам повезло, у них дорада. Равиольный с грибами и сливочным соусом. Мы так прикинули, кто что делает. Катя Ильяшик у нас занималась соусами, потому что она в этом хорошо разбирается. Катя, ты прям мясоусница. Мясоусница 2015! Сливинская с Настей сразу встали на тесто. А где мука больше? Двое, двое. Нет, ты не занимаешься тестом. Муки, пожалуйста. Вскоре как-то вот у нас начинка уже была готова сливочный соус. Как-то в целом тоже был готов. Хорошей консистенции. Все знали, что они должны делать. Как-то очень было слажено. Только Милевский, у него сучилась истерика. По его словам, мы не давали ему работы. Можно я хоть сварю их, а? Я это тоже ответственная. Что? Ну, Катя, ну, пожалуйста. Я сформировала равиолики, быстренько их склеила. Истерика уже летать от равиоли по всей кухне. Это был просто ужас. А он надо спинать еще припустить. Я вот просто вкинул эту шумовку в раковину. Ушелся на ступеньке, заплакал за того, что... Невыносимости и вот этого беспредела. Серьезно, мне не давали вообще никакой работы. Я тоже, может, чего-то стою, а? Сори, добавилась? Люди, вы серьезно? Вы меня не цените. Вот вы просто меня не цените. То, что я простроился, но в итоге потом все равно я их сварила там. Мы на то не успеем, надо, но с бездублей. Блин, все, мы не успели. Как сабуд, ваше блюдо? Дорада с глазуринерами овощами и соусом голландес. Вы не упоролись с филея. Половина мяса, мабуть, залишилась на хребте. Ваши ж овощи вийшли не глазурованными, а карамелизованными. Вы маете усе переробити. И мы, который говорит, у вас костяна, у вас не вкусно, а мы такие, ура, все, как бы. Ну ты, давай, еще. И мы быстро после этого экстремпляра пошли. Равиоли с белыми грибами и ворожковым соусом. А юная миш сырыма равиоли и аль денте явленько резницы. Ваши на перший погляд здаются саме сырыми. А от мои смаковые рецепты, которые стверджуют. Это не сырым. Это очень вкусный равиол. Я очень радовалась, это были наши шестые звезды. Но синяя команда, она... Вот Лада старалась развить свою команду, у нее это получалось. Но все же у них было три звезды. Вдвое меньше, чем у нас. Так, ты лечишь сейк медиум диспажей. Знаете, надо быстро сейк сделать. Красная команда, это было что-то. Они все время все переделывали. Нет, они должны быть меньше. Капитально, они должны быть намного меньше. На, исправь их, исправь их. Тартар из лосося. Времени остается мало. Вика шарит гренки на большом количестве масла. Вова Морозюк со своими понтами режет. Режет этот лосось. Что это за кубики? Капитан! Ронки Николя делает соус. Я помыла салат, обрезала его ровно, специально поставила возле Ронки. Какой-то умный человек вроде додумался либо его не взять, либо его выкинуть из мусора. Помашь вот это. Иди с другой стороной. Заберет сугренку. Заберет. Вы представляете себе это, как это выглядело? Помятый, немытый салат на тарелке у Эктора. Просто в соусе. Все! Что-то эту гренку быстро. Косточки! Не боже бутя! Просто ему не понравилось. Он сказал, что тут сильно солено. И куски были огромными. Очень, очень солено. До того же вы не дотримались золотого правила нарезки тартарьев. Все очень, очень аккуратно. Мы такие, да блин, опять что ли? Сколько ж можно? Ёпперас это. Сколько раз его переделывать-то надо? Команда червоных мае переробить свою страву. Мы увидели, что у них еще три звезды, у них две звезды осталось. Там был тартар, тартар вообще не понимал. Если фондан хоть как-то надо уметь готовить, то тартар это самое, что значит, простой. Там даже жарить не надо. Там просто надо было порезать лосося, сделать соус просто простейший, лимончик-горчичка. То это вообще как-нибудь надо будет изменить, чтобы ни этого не сделать. Ну это вообще бред. А это же вырезка. Как это? Может, вот так вот? Говяжный стейк из вырезки. Снять пленку и дальше еще спаржу сварить. В общем, разогрели уже все. Собирались вскидывать, как тут Николай такой. Пять! Пять! Что значит пять? Быстрее давай! Что значит пять? Нам нужно выиграть. Без разницы. Я не хочу, чтобы на кого-то из моей команды у кого-то был черный фартук. Четыре! Три! Люди, делайте! Быстро! Давай тарелку в фонду! Когда зачитывались последние секунды, Вомова Морозюк случайно ударил по этой гуделке на гойшу, потому что она упала из полочки. И мы в эти секунды быстро докидываем все, чтобы хоть, может быть, нам добавить одну зонечку. Дудите, блин! Один! Когда Николай сказал один, блюдо было. Оно стояло на поверхности. Но, блин, Влада забыла нажать на эту дудочку. Она забыла просто, ну, как бы, заворочилась на презентации и забыла просто нажать. И экстракт нам не подошел и даже не попробовал. Дудите! Влада, дуди! Время, стоп! Поскольку вы успели продудеть до остановки времени, Эктор подойдет и попробует ваше блюдо. О, боже, моя нога спасла! За пять секунд до конца. Ну, что ж, думаю, может быть, мы успели нажать блюдо. Ну, вот это вот есть. Может быть, а вдруг... Вы считаете, что я маю куштувати недоробленную страву? Вона еще гирша, чем предыдущая. У желтых шесть звезд, у тех три звезды, у нас две. Вот так. Желтые, я вас поздравляю. Спасибо. Победили в этом конкурсе. Было всего 11 звезд. То есть мы забрали примерно 50% всех звезд. Это вообще жесть. На балкон. Счастливые, хорные, что мы вот выиграли. Я же как капитан еще больше сапогарда. Ну, все-таки капитан. Команда у меня была, так сказать, в моей мужской руке. Я так хотела еще продолжение этого конкурса. Вот насколько мы как бы работали хорошо. Вот реально. Это, наверное, самый мой любимый конкурс будет. Но вообще такой классный. Мне больше всего понравился как бы. Синяя, ваш результат не худший. Поэтому тоже прошу вас подниматься на балкон. Я обрадовался. Я так подумал, все, да, классно. И я поднимаюсь на балкон, и тут вижу, как стоят красные. Я начинаю стоять красных. Капитан, Данила, назови, пожалуйста, имя человека, который, по твоему мнению, работал в команде хуже всех. Наши маленькие кулинары очень стараются, чтобы вам понравилось. Обязательно подпишитесь на наш канал и не пропустите ни минутки этих невероятных эмоций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!